Ад! Слушай, так это вы вот этот белый домик зацепили? Ну, брали, значит, нашу часть брала. А мы поддерживали снайперами огнем, огнем поддерживали отсюда. Ты, говорят, большой специалист по снайперам. Ну, не очень большой, но по мере своих сил. Ну, за вчерашний день, к примеру, чтобы не выдавать военную тайну, сколько? За ночь, значит, пулеметчик, два снайпера. А вы что за часть такая? Какая-то грозная. Грозная. Что за часть-то? Дошеба, что ли, какой-нибудь? А? Ну, а кто, кто? Это с нас. С нашей точки зрения, с нашей точки зрения, она справедливая и правильная. Война? Иначе, да. Иначе, если сейчас отдадим Чечню, потом будем колоть всю Россию. Слушай. А что, дядя солдат? У меня снайпер, у которого 5,5 зрения. И глухой, блядь. Мина 3 метра рвет, то он не слышит. Его снайпером в штатную должность записали. Три дня назад подразделение скомплектовали, сюда отправили. С кем воевать? Как в бой в городе, не знаю. БМП-3 идет. Горит, блядь, экипаж не уходит. Доркист подъезжает, закрывает своей броней. Говорят, мужики, вы ж подбитые. Еще не горите. Они не вылезли, вы. Танк, блядь, снаряд долетел под погону. Ушел. БМП сгорело вместе с экипажем. Что? Что надо, блядь? Сука, давить надо, блядь. Ну, давить, мы месяц подготовки. Вообще, мы правильно делаем, что мы здесь находимся? Да, что их давить, гадов, надо. Это правильно. Ну, давить-то по уму, блядь. Обученным войскам. Не надо столько. Есть же у нас люди. Есть, кому может. Ну, дивизию. Две, три. Сколько надо? Забрал. Блокировал. Все стрелки в том вложили. Колючие проволоки. Можно четыре раза обмотать. Никто не вылезет. Воздух прикрыл. Куда он денется, этот Дудаев? Здесь, на госпитальной улице, в центре города Грозного, где ведет бой на подступах к дворцу Дудаева армейская группировка «Север» генерал Роза. Слава Богу, никто не болтается под ногами. Здесь нет болтунов депутатов, корреспондентов и других проходимцев, в глаза не видевших передовой, но трещащих о чеченской войне безумолком. Здесь не увидишь блажного старичка, вдохновляющего бандитов убивать русских солдат и сжечь наши танки. Не увидишь других миротворцев, здесь, на передовой, рот такого рода публики затыкают прикладами. И что смешно и поразительно, здесь каждый солдат и каждый комбат умнее всей государственной думы. Передовая, фронт, ад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, а правда, что среди солдатиков отказов в бой идти не было еще ни одного? А? Рвутся, наоборот. Рвутся? Корреша. Сам, что ли, попросился? Да, я два раза подходил к командир полка. Сам просился? Да. Много у вас таких, которые сами просились? Да там весь полк. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Здание больницы обстреливается непрерывно крупнокалиберными снарядами от дудаевской техники, собранной за дворцом. Здесь, семью ступеньками ниже, в полуподвале, штаб Рохлинской группы «Север». Это мы или по нам? Это по нам, да? Это миночка или что? Скорее всего, это снаряд. Снарядик? Да, там, кросс-наряд. А у меня как-то создалось впечатление, что помещение, в котором мы находимся, несколько, я бы сказал, горит. Это справедливое впечатление? Горит, да, дома? Я смотрю, тут у меня объектив запотевает. Зато нам тепло. Ну, то есть сопротивляются отчаянно они, да? А? Отчаянно сопротивляются. Сопротивляются, сопротивляются, победим. Это понятно. Много у них там во дворце народу? Народу? Так, у меня записано. Четыре тысячи. Тяжелая техника. Переводчиков за дворцом. За дворцом? Да. Странный генерал. В своих треснутых очечках, камуфляжах, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковые и невозмутимые, даже не вздрагивающие, когда в его раскаленной, по-банному, от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожи на генерала. И так беззаветно любимый даже самыми злыми языкастами, кроющими всех и вся солдатами. Генерал-лейтенант, я ему, блядь, сапоги буду целовать. Он впереди солдат и идет, блядь, разве может генерал-лейтенант быть? Генерал-лейтенант, на БТР впереди, блядь, всех идти. И не остановишь его ничем. Он здесь... Ты про льва? Что ему? Да. Что ему остается делать? Он сам в прорыве, блядь, весь этот корпус в прорыве. Все, кто идет, он держит, вот такие офицеры вот идут за ним. Что ему? Э! Так, пошел ко мне. Что на зелки, блядь? Чувак! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну это ведь одной мой генерал. Это же явно уже нельзя назвать словом бандформирования. Это же армия у них. То есть это армия, которая могла бы воевать, по моим подсчетам, спокойно и победоносно с государствами типа Австрии. Я уж не говорю про какую-нибудь Швейцарию и про какие-нибудь подобные кухольные государства. То есть у них армия. Бандформирования с тяжелым артиллерийским вооружением и танками не бывают. Это одна сторона. Вторая сторона, то, что у них наемное... И действительно, у бандитов армия. Обучка, вооруженная, генерала, готовящаяся к войне с Россией три года. А у Великой России мальчишки. Срочно. Правда, мальчишки великолепные. Че читаем? Сказки. Какие? Баганские. Конечно. В Великой России их безумно мало. Истинных псов войны, которых так внезапно востребовало время. Псов войны, умеющих убивать и умирать. Здесь на фронте их меньше сотни. По пальцам нужно пересчитать. Когда нужен был бы сорокатысячный корпус таких, как вот этот Костя. Или таких, как эти ребятки. Что по-грозному, по-диким, насквозь пробитым горящим улицам, где пальба несмолкаемая и бьют из всех окон. Где великие специалисты из подвалов жгут наши беттеры и танки, как спички. Они разъезжают на броне, а не под броней. В знак презрения к смерти. К врагу. И к той чуши, что творится. Но чего мы хотим, когда у нас неприлично маленькая армия. Скукожившаяся, обглоданная, нищая и бесправдая. Неприлично маленькая для такой колоссальной страны, как Россия. Но этой армии едва хватает сил охранять свои объекты, свои ракеты, свои заборы, свои городки. Я хоть и депутат Госдумы, но мы торгуем. Особенно государство. Позже, вероятно, станет известно, сколь фантастически малыми силами освобождался от бандитов и их армия город Грозный. Позже это будет известно. Выехал, снимал снайперо, зажгли. Экипаж целый остался. Сутки отлежался в лазарете. Хотели увезти с контузией. Но он сказал, говорит, пока я не отомщу за своих, отсюда, говорит, не уйду. Так, вот и вчера, когда брали штурмом несколько домов, опять его подбили на новом танке. Каким-то образом получилось им затушить его. Приехали, поменяли танк, опять выехали. И вот сейчас до сих пор в паре работают с первым батальоном и бьют их. Дом за домом. За ребят, за Сереговым. На выпуске рядом стояли. За Россию, то, что мы здесь. Это наша земля. Я потомственный казак. Наша земля. Этот город основали казаки, мои предки. И я здесь, если надо, положу свою голову. Это наша земля, Россия. Отдадим в Чечню, распадется Россия. Да, если по телевизору показывать будете там, троим детям, жене, мамке с бабкой, привет большой передайте. Живой, здоровой. ГРУ. Радиоперехват сети и боевого управления чеченских вооруженных формирований. Беслан, Беслан, тащи сюда из дворца русских депутатов. Здесь солдаты. Пусть эти козлы заставят своих сдаваться. У них это хорошо получается. Часть слов здесь неразборчива. Так вот, надо отдать себе отчет. И отдавать хорошенько. Никто и ничто. Ни Господь Бог. Не все силы ада, даже ада вот этого, этих людей сдаться не заставят. И псы войны, немногие на этом фронте. И мальчишки здесь не сдаются. Ибо лучше миллионов орущих, пишущих, воющих, читающих, болтающих с трибун, понимают, что на самом деле здесь происходит. И в этом аду, в этой огне и крови рождают Сызнова то, что на весь мир во все века гремело громом по миру и в преисподней, и среди ангелов небесных. Сызнова рождают характер России и ее величие. Грозный, передовая группка «Север», улица Госпитальная, январь, ад.